200 тысяч рублей и именно с куста. Столько денег выложили коллекционеры за одну из работ мастера декоративно-прикладного искусства Сергея Ключникова. Про таких, как он, говорят, художник-самоучка. Всю жизнь проработал инженером на заводе. Вспоминает, что в командировках и летними вечерами за Волгой у костра любил взять в руки ветку, нож и творить. С этого все и началось больше 10 лет назад. Тогда и подумать не мог, что зайдет так далеко. Сегодня Сергей Ключников, член Самарского отделения Союза художников России, встречает гостей на своей персональной выставке. Вот этот конкретно пенек я нашел. Я три года ходил во дворе в дождьке, валялся пенек кленок, гнилое совершенно. Я три года ходил вокруг него. Потом я его взял, и у нас в 2014 году Донбасс случился. И вот месяц – это очень тяжелая эмоциональная работа. Я постепенно, потихоньку, потихоньку… Это вот как там много что-то. То есть здесь, понимаете, надо войти в контакт с деревом, чтобы понять его и вложить то, что ты хочешь. Сергей не меняет дерево. Он, что называется, зрит в корень, видит в обычной ветке или пне природные особенности и их подчеркивает. Больше всего нравится работать связом, хотя и другими деревьями мастер не брезгует. Самарцы сами приводят в мастерскую спиленные деревья, чтобы художник вдохнул в них новую жизнь. Его работы украшают самарские парки. Многие разлетелись по всей стране. Он постоянно сталкивается с тем, что посетители парков останавливаются, задают ему вопросы. То есть для него процесс осознания зрителям и участия зрителя в его творчестве – он важен. А тогда, когда мы, например, как сейчас взяли какой-то определенный аспект его творчества, собрали вместе и показали, это в том числе и ему позволяет и на себя посмотреть новыми глазами, по-новому. И нам позволяет показать человека в его творческой ипостаси. И точно, что для меня, например, важна не абстракция, а именно передача, насколько можно передать в таком мертвом материале, как дерево, то, что автор нам показывает. Среди материалов есть столетние. Например, вот этот дуб пролежал на дне моря около полувека. Мастер долго думал, что же из него получится, а потом видение пришло само. Он практически не менял форму дерева, лишь немного ее скорректировал, и уникальная скульптура готова. Таких в коллекции мастера накопилось немало. В каждую вложил частичку себя. Часть работ можно увидеть до 13 декабря в КРЦ «Художественный». Мария Левина, Николай Епифанов. События.